Контроль за ежедневной обработкой салона общественного транспорта лежит на фирмах. Обеспечить салфетками, специальным раствором для дезинфекции, на маршрут автобус должен выходить полностью подготовленным. Я свой рабочий день начинаю с обработки салона. Ручки, поручни, всё. Влажным салфетком всё протираем. Для водителей общественного транспорта это уже ритуал. В первую очередь обеззаразить места, до которых чаще всего дотрагиваются руками. Дезинфекция является обязательным мероприятием. Обрабатываются ручки, поручни. Всё это можно делать в течение всего дня на маршруте. А вот полная обработка автобуса, в том числе мытьё полов, производится только в парке. Конечно, мало просто протереть поверхности салфеткой. Если пассажиры будут продолжать заходить в автобус без маски, а такое случается нередко, все усилия будут иметь гораздо меньшую ценность. Кто-то одевает беспрецедентно, кто-то начинает возмущаться. А что водитель? У меня нет таких полномочий, чтобы сказал. Всех предупреждаю, заходят люди, одевайте маски и такое прочее. На днях возле 24-й школы тоже была проверка, но там с помощью милиции высаживали. Стоит отметить, жидкости, которыми обрабатывают транспорт, одобрены Роспотребнадзором и безопасны для здоровья окружающих. Они, скажем так, не хлоросодержащие даже, потому что запах очень сильный, если пассажиры очень жалуются. Поэтому обрабатывается или хлороксидином, то есть то, что не очень сильно пахнет. В управлении пассажирских перевозок отмечают, бывали случаи, когда при проверке у водителя не оказывалось средств для дезинфекции. Следовательно, он не мог обработать транспортное средство, а значит и выйти в рейс. В таком случае составляется акт об административном правонарушении. Яна Ильина, Илья Тырс, Ольга Кириллова, Область новостей.